Здравствуйте! С вами я, Вика Романова. Сегодня мы вспоминаем о том, что такое словосочетание и о том, какие виды подчинительной связи есть в словосочетании. Итак, что же называется словосочетанием? Запоминайте! Словосочетание – это единица синтаксиса, состоящая из двух или нескольких самостоятельных слов, связанных грамматически и по смыслу, с помощью подчинительной связи. К примеру, солнечный день, идти быстро, рисовать картину. Думаю, вы со мной согласитесь, что далеко не все сочетания самостоятельных слов можно назвать словосочетаниями, поэтому будьте внимательны. Сейчас я назову те сочетания, которые не являются словосочетаниями. Во-первых, это сочетание подлежащего и сказуемого. Во-вторых, это однородные члены предложения. В-третьих, это сложная форма будущего времени глагола, а также форма повелительного наклонения глагола, а также составная форма сравнительной и превосходной степени наречия, сочетание существительных с предлогом и сочетание глаголов в одинаковой грамматической форме. В зависимости от того, словом в какой части речи выражено главное слово, все словосочетания делятся на три типа. Именные, глагольные и наречные. Наверное, вы уже догадались, что в именных словосочетаниях главное слово будет выражено существительным, прилагательным, числительным или местоимением. Например, пять минут. В глагольных словосочетаниях главное слово будет выражено, соответственно, глаголом, либо его формой, то есть причастием или идея причастия. К примеру, строй дом. И, наконец, наречное словосочетание. В них главное слово будет выражено наречием. Например, совсем неинтересно. Ну а теперь мы переходим к вопросу о видах подчинительной связи в словосочетании. Выделяют три вида подчинительной связи в словосочетании. Согласование, управление и примыкание. При согласовании главное и зависимое слова согласуются в роде, числе и падеже. В качестве главного слова выступают существительное или местоимение, а в качестве зависимого слова прилагательное, причастие, числительное или местоимение. Например, тихий вечер. При управлении главное слово требует от зависимого определенного падежа. В качестве главного слова будет слово любой самостоятельной части речи, а в качестве зависимого существительное или местоимения. Например, остановиться в лесу. И переходим к примыканию. При примыкании зависимое слово связано с главным только по смыслу. В качестве главного слова будет слово любой самостоятельной части речи, а вот зависимым словом будет все то, что нельзя изменить по падежам. То есть несклоняемое существительное и прилагательное, инфинитив, депричастие, наречие и сравнительная степень. Например, цвет хаки и другие. Как вы уже догадались, эту табличку вам нужно хорошенько заучить, чтобы не ошибаться при определении видов подчинительной связи в словосочетании. По сложившейся традиции в завершении нашего занятия вы выполняете тестовое задание. Ставьте видео на паузу, прорешайте задание, а после возвращайтесь, чтобы сверить ответы. В задании нужно было определить вид подчинительной связи в словосочетаниях. Первый пример несколько слов. Находим главное слово несколько и задаем от него вопрос. Несколько чего? Слов. Значит, перед нами управление. Следующий пример проводить занятие. Главное слово проводить. Что? Занятие. Также управление. Мальчик постарше. Главное слово «мальчик». Задаем вопрос «какой?» постарше. Это примыкание. К таинственному незнакомцу. Главное слово «незнакомцу». Задаем вопрос «к какому?» таинственному. Это согласование. Холодный вечер. Главное слово «вечер». Задаем вопрос «какой?» холодный. Согласование. Следующий пример «говорить запинаясь». Главное слово «говорить». Задаем вопрос «как?» «Что делая?» запинаясь. Перед нами примыкание. Совет отца. Главное слово «совет». Задаем вопрос «кого?» или «чей?» отца. Значит, это управление. Странный обитатель. Главное слово «обитатель». Задаем вопрос «какой?» странный. Перед нами согласование. Вовлеченный в игру. Главное слово «вовлеченный». Задаем вопрос «во что?» в игру. Это управление. Краски поярче. Главное слово «краски». Задаем вопрос «какие?» поярче. И понимаем, что перед нами примыкание. На этом наше занятие завершается. Надеюсь, вы не забудете выполнить задание к этому видеоуроку. Спасибо за внимание и до скорой встречи!